Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее мое видео посвящено моему очередному заказу из Арифлейма. Так что, если вам интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Итак, в этот раз я заказала два средства из серии Giordani Gold. Вот такие вот два средства. Это у нас румяна в шариках и тональная основа. Итак, начну, пожалуй, с румян. Как обычно, думаю, все знают уже, кто заказывает в Арифлейме, как выглядят эти румяна. Это стандартные румяна их. Не те новые, которые сейчас появились. Вернее, то появилась пудра, а метеориты. Это вот румяна в шариках. В принципе, здесь ничего такого особенного нет, как обычные румяна. Такие я уже заказывала или показывала вам в одном из своих видео. Я себе взяла еще один, но взяла не себе, взяла в подарок их. Поэтому эти румяна я подарю. Точно такие же у меня есть. Я вам рассказывала о том, что они мне очень понравились. Так вот необычно. У меня никогда не было шариковых румян. И очень было интересно попробовать их. Вот такая вот стандартная у них упаковочка. Ничего особенного. Называется Bronzer Peerls. Оттенок у меня Natural Radiance. Вот такие вот румяна. Опять же таки скажу, что осталась им недовольна. Поэтому сейчас вот заказала их в подарок другому человеку. Второй продукт из Giudani Gold. Это вот такая вот тональная основа известнейшая. Я вам уже рассказывала, что у меня такая есть с этой же серии. Но у меня была минеральная. Она уже у меня закончилась. Сейчас я заказала еще одну. Но заказала не себе, а заказала маме. Так как у нас это идет тональная основа, которая замедляет старение. Якобы так, разлаживает морщинки. В общем, уж точно не для моего возраста она предназначена. Поэтому я ее заказала маме. Она очень хотела попробовать что-то такое. Тональная основа для кожи. Giudani Gold Age. Age Defined Foundation. Вот такая вот основа. И вот так вот она выглядит. Стандартный такой вот их флакончик. Вот такой вот. Оттенок я, кажется, брала для нее самый светлый. Здесь вот написано Light Eye Boy. То есть это самый-самый светлый оттенок, который только может быть. Да и так видно в упаковочке, что он довольно-таки светленький. Очень удобно то, что здесь дозатор. Это, несомненно, очень всегда прибавляет плюс тональной основе. Сейчас вам покажу вотч на нее. Но на самом деле, когда вот так вот я на руку ее выдавила, то не такая она, кажется, и светлая. Если здесь вот действительно кажется, что она светлая, то как-то на руке, я бы не сказала, что она такая прям светлая. В принципе, по своим функциям, я думаю, она такая же, как и все тональные основы из Джодани Голд. Такая же вот идет увлажняющая. В принципе, легкая. То есть мне утяжеляющая уж точно. Вот так выглядит сводч. Эта тональная основа очень хорошо скрывает все недостатки. То есть, в общем, она, скорее всего, имеет такую плодную текстуру, поэтому очень хорошо перекрывает все там всякие покраснения, мешки под глазами. В общем, не знаю, как морщины перекрывает или нет, но думаю, что с этой функцией она справляется так же. То есть, когда намазываешь ее на лицо, то не видно никаких черных стяток, ничего. То есть, в этом плане она очень хороша, то, что она замазывает все несовершенства. И плюс она увлажняет кожу. Те тональные основы из Джодани Голд, они уж никак не подходят для жирной кожи, так как они не идут матирующие, они идут увлажняющие. Поэтому, соответственно, для жирной кожи они не особо подходят. Поэтому, если думаете заказывать иметь жирную или смешанную кожу, то думаю, что она вам не подойдет. И лучше закажите что-нибудь более матирующее, так как это у нас идет увлажнение в первую очередь. Еще я заказала маме вот такой вот скраб для лица из серии Diamant Color. Вот такой вот скраб. Антивозрастная серия. Это у нас идет, кажется, это или от 35, или от 40 лет. По-моему, Diamant. Экологен, насколько я помню, от 35 лет. И Diamant уже от 40 лет идет. Вот такой вот очень красивый. Мне упаковка очень понравилась. Так вот очень красиво оформлена, переливается вся. Вот такая вот здесь крышечка. Очень красиво смотрится. Плюс очень порадовало то, что у него такой вот большой объем. То есть его хватит действительно на очень долго. Потому что объем нереально большой. Здесь 150 мл. Выглядит она вот как обычная самая белая. То есть ничего особенного здесь нет. Обычно такая вот белая, похожая на крем скраб. Что я могу сказать об этом скрабе. Мама начала пользоваться им буквально несколько раз. У нее почему-то пошла вот какая-то аллергия на этот скраб. Поэтому сейчас она не пользуется. Я не знаю, с чем это связано. Поэтому, конечно, сами свойства этого скраба, они как бы располагают к тому, что он должен быть хорошим. Все, что здесь описывается, очень даже неплохое. Здесь написано, что это клеточный восстанавливающий скраб. Возможно, так оно и есть. Но, опять же, я скажу, что у нее пошла аллергия на этот скраб. Поэтому сейчас она им не пользуется. Возможно, начнет еще раз, когда пройдет это все. Но если опять аллергия не начнется, то это будет сразу понятно, что этот скраб просто ей не подходит. То есть, конечно же, это очень расстроило. Потому что скраб, на самом деле, он не дешевый. Поэтому, конечно, очень обидно, если им не удастся попользоваться. Потому что вот какая-то аллергия появилась на него. Я заказала вот такую вот расческу из серии HairX. Скажу сразу, что вот эта вот штучка, где написано название, и она у меня отпала буквально через пару дней. Поэтому я ее приклеила с приклеем. Да, пришлось сделать, потому что так бы расческа имела бы какой-то не очень красивый вид, если бы не было этой вот штучки здесь. Очень удобная расческа. Конечно же, найдет пластмассу. Деревянного здесь ничего нет, только вот пластмасса. И здесь, и здесь это все пластмасса. Очень удобная ручка. Вот такие вот здесь вот горбики. То есть, очень удобно в использовании. Сейчас постоянно расчесываю с ней. И никаких проблем не заметила. Очень хорошо расчесывают. Очень удобная. Поэтому эти расчески по Reflame мне очень даже понравились. Дальше еще с уходовой косметики. Заказала вот такой вот гель для душа. Стандартный гель из серии Discover. Это у меня с запахом Seville Citrus Garden. То есть, какой-то цитрусовый сад. Это бодрящий гель для душа со свежим цветочным цитрусовым ароматом. Стандартная, в принципе, и версия. У меня такой уже гель для душа вот буквально недавно закончился. У меня был в большом объеме 400 мл. Конечно, ужасно, когда он такой большой, потому что он заканчивается очень медленно. Поэтому в этот раз я уже взяла стандартный их объем, 250 мл. Такой же взяла запах. Потому что, в принципе, из всех, что у них там есть, этот запах мне нравится больше всего. Такой действительно бодрящий, цитрусовый. На лето просто отличный будет. Поэтому вот такая, в принципе, стандартная серия. Поэтому ничего особенного здесь нет. Но неплохие гели для душа. И брать можно запросто. Теперь перейдем к декоративной косметике. И сперва покажу продукт, который купят для глаз. Это вот такой вот айлайнер. Вот такая вот подводка. Она идет в виде фломастера. Очень давно хотел попробовать. Не знала, что же это все-таки за такая карандаш-подводка для глаз. Тонкая линия. Которая вот идет в форме фломастера. Очень интересно. Вот такой вот здесь вот идет фломастер. Как бы... То есть, правда, такой типичный фломастер. Если кто-то перепутает, то это все реально. И сейчас покажу, как она наносится. Несколько слоев нужно сделать, чтобы действительно было видно. Вот такая вот тонкая линия. Вот такая. Честно говоря, не знаю. Я очень много слышала отзывов об этой вот подводке. Она нравилась многим. Все ее хвалили. Но мне она вообще не понравилась. Ну, не знаю. Для меня это просто ужас. Потому что она, во-первых, сперва я думала, она какая-то у нее вообще бракованная попалась. Потому что она практически не красила. Красила очень редко. Как-то то красила, то не красила. Думала, что ж такое. Она или высохла, или какая-то бракованная, или еще что-то сейчас. Немножечко такое уже начало прокрашивать. Но красить она абсолютно прозрачно. То есть, не плотная у нее структура. То есть, если вы хотите действительно такие какие-то черные стрелки, то нужно наносить, ну, раз в 10 на одном месте, чтобы было действительно тут было видно. А так она просто просвечивается. Когда красит, когда нет. Ну, я не знаю. Может, у меня какая-то такая попалась. И правда бракованная, что ли. Но она просто ужасная. У меня абсолютно нет желания ей пользоваться. Я лучше буду пользоваться те, которые с кисточками. Более удобно их использовать. Потому что эта, на самом деле, она просто ужасная. И лично я ее не рекомендую. Не знаю, почему другим она нравится. Может, у меня какая-то проблемная попалась. Но, не знаю, мне не понравилась она совсем. Штальные два продукта из декоративной косметики. Они для губ. Первый это вот такой вот стойкий блеск для губ. Такой вот яркий-яркий, стойкий блеск для губ. Кажется, в каталоге было написано, что он должен держаться 7 часов. Да, он и правда стойкий, кстати. Он держится долго. У меня это в оттеночке Supreme Pink. Такой вот розовый, ярко-ярко-розовый оттеночек. Internal Gloss. Сейчас я вам покажу кисточку. В принципе, такой вот маленький. То есть, не такой большой. Очень такая вот интересная кисточка. Конечно, он такой очень даже жирный. Вот так вот аж тянется. Такой, конечно. Очень плотный у него консистенция. Вот такой вот он. Такая вот кисточка. Аромат, конечно, очень приятный. Такой какой-то вот клубничный. Или какой-то такой ягодный. Да, вот именно такой вот ягодный аромат. Очень приятный. Сейчас покажу, как он на руке смотрится. Конечно, он настолько яркий. Такой прям термоядерно яркий. Не знаю даже, как сейчас его с руки смою. Потому что он очень сильно яркий. Вот такой вот оттенок. Там, в принципе, все оттенки, они очень даже яркие. Там светлых, по-моему, нет. Вот. Такой вот дискотечный вариант, я считаю. Ну, неплохо так смотрится на губах. Очень такой вот яркий. Такой держится долго. Поэтому блеском я довольна. Правда, очень даже. А второй продукт, это я еще заказала. Вот такой вот карандаш для губ. Тоже, в принципе, стандартная серия. Wonder Color Lip Liner. Вот такой вот лип лайнер. Карандаш для губ. Такой вот оттеночек у меня здесь. Пишут или не пишут? Пишут или не пишут? Да, пишут. Vibriant Pink. Нет, оттеночек Vibriant Pink. Очень, кстати, такой вот темный. Найдет, видите, такой вот. Сейчас сделаю сводч на него. Куда же ты? Понравилось тем, что эти карандаши, их стругать не нужно. Так вот сразу открутил тебе и все. Вот так вот выглядит сводч на него. Тоже такой очень даже темный цвет такой. Даже такой чересчур темный. И красит оно толсто. То есть, как бы не тонко здесь идет. Не тонкий идет, а очень даже такой толстый. То есть, видите, вот я сделала вот нанесение одно. И такой вот толстый получился сводч. Ну, в принципе, неплохой карандаш для губ. Неплохо таки держится. Так что, неплохой, нормальный. Итак, это был мой весь заказ из Арифлейма на этот раз. Я надеюсь, что видео для вас было полезным, информативным и интересным. И да, скоро обязательно увидимся. Всем пока!